Здравствуйте! В эфире новости 24 и сегодня в нашей программе. Под председательством главы государства состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам противодействия пандемии и мерам по развитию предпринимательства. Прогрессивные идеи и современные технологии. Состоялось первое заседание Национального совета по противодействию коррупции. Консорциум мозговых центров ШОС определил план действий на предстоящий год. Как это будет в репортаже нашей программы. Кто сильнее в военном ремесле? В армейских соревнованиях армии 2020 будут принимать участие 30 стран планеты. Болеем за наших. Достойным людям достойная поддержка. Национальные и международные эксперты оценивают качество образования. Сегодня под председательством президента республики Узбекистан Шавката Мерзиева прошло видеоселекторное совещание, посвященное вопросам противодействия пандемии коронавирусной инфекции и мерам по развитию предпринимательства. Репортаж нашей программы. Открывая мероприятие, глава государства остановился на проводимой работе по противодействию пандемии и дал указания касательно празднования Дня независимости, исходя из текущих реалий. В частности, отмечено, что на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 37,5 тысячи, выздоровели более 33 тысяч или 88 процентов больных. Принимаются меры по лечению и возвращению к семьям 4 тысяч пациентов. Президент Шавкат Мерзиев особо отметил, что эти результаты – великая заслуга медицинских работников нашей страны. Наблюдается положительное развитие ситуации, особенно в городе Ташкенте. В регионы направлены врачи, прибывшие недавно из России, Германии и Китая. Ожидается еще приезд специалистов из Германии. Иностранные эксперты привлекаются в основном к лечению больных, находящихся в тяжелом состоянии, с применением самых современных методик, сказал президент. Глава государства подчеркнул, что ближайшие недели станут испытательным периодом. Следующая неделя покажет, насколько результативны принимаемые меры. Однако в случае несоблюдения рекомендаций врачей таких мер предосторожности, как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, компактное проведение семейных мероприятий, государство будет вынуждено вновь ужесточить требования карантина. Вновь отмечено, что каждый из нас должен научиться жить и работать в условиях пандемии, неуклонно следовать эпидемиологическим требованиям в повседневной жизни. В связи с этим, хакимам, руководителям секторов и министрам поручено ежедневно анализировать ситуацию и принимать все необходимые меры для жесткого ограничения распространения коронавируса, эффективного лечения пациентов и оказания помощи нуждающимся. Приближается 29-летняя годовщина независимости нашей страны. Врачи едины во мнении о том, что в этом году ситуация с пандемией требует ограничить проведение на местах массовых собраний и гуляний. В связи с этим рассмотрены вопросы организации празднования этого знаменательного события главным образом в семейном кругу. В случае предприятий и организаций праздничные мероприятия следует проводить строго в соответствии с санитарными нормами. Даны рекомендации по организации в дни праздника, интересных передач и выступлений нового формата в средствах массовой информации и интернете. Благодаря смягчению требований карантина повсеместно наблюдается рост экономической активности. Возобновилась предпринимательская деятельность в сферах торговли, производства, услуг и других. Появилась возможность увеличить доходы. На совещании проанализированы дополнительные возможности для развития предпринимательства в городах и районах, определены меры по их задействованию. «Самая важная задача», — прозвучало на совещании, — восстановить деятельность предприятий, обеспечить безусловную работу банков с клиентами. Из-за пандемии, отмечено, на складах многих производственных объектов собралось продукции на миллиарды суммов. Президент поручил ответственным руководителям реализовать комплекс мер по решению вопроса скорейшей реализации произведенной ранее продукции и обеспечения поступления бюджет, создать все условия для предприятий, для выхода их как на внутренний, так и на внешний рынке. Этому будет способствовать создание дополнительных объектов торговли в крупных городах, широкое использование возможностей электронной коммерции. Подчеркнута важность решения транспортно-логистических вопросов предприятий, столкнувшихся с трудностями при импорте сырья и экспорте продукции. Указано на наличие в регионах больших резервов для дальнейшего развития предпринимательства. К примеру, благодаря государственным субсидиям и низкопроцентным кредитам в Фарижском районе было пробурено 100 скважин и заложено 6 виноградников на 2,7 тысяч гектарах, выбывших из оборота земель. В результате создано 2,5 тысячи новых рабочих мест, увеличится поступление в бюджет. Также на 54 гектарах в Тахиаташском районе строится 7 гидропонных теплиц с использованием сточных вод Тахиаташской теплоэлектростанции. За счет этого в текущем году будет создано 500 рабочих мест и появится дополнительный источник налогов. Отметив, что такие возможности есть во всех регионах, глава государства подчеркнул необходимость их грамотного использования, поддержки новых предприятий через кооперацию. Еще один резерв – это более 1 тысячи гектаров свободных земель в свободных экономических зонах, обеспеченные инженерно-коммуникационными сетями. На этих землях можно реализовать 120 проектов, предусматривающих создание 17 тысяч рабочих мест. На совещании отмечена важность всесторонней проработки скорейшего запуска этих проектов. Даны указания по увеличению налоговых поступлений посредством сокращения доли теневой экономики и задействования дополнительных резервов, установлению общественного контроля за расходованием этих средств. Поставлена задача внедрить порядок обучения молодежи и женщин востребованным профессиям и предпринимательству с последующим оказанием им финансовой поддержки для налаживания бизнеса. Важно, подчеркнуто на совещании, детально проанализировать, почему по работе с клиентами и по выведению бедных семей из железной тетради в одних и тех же условиях одни руководители активно работают, а другие нет. Им отныне будут давать соответствующую оценку местные кингаши народных депутатов. Затронут также вопрос упорядочения учета потребления воды. Наша главная цель – создать основу для динамичного роста национальной экономики. Это будет путем нового Узбекистана, страны, в которой главная цель, подчеркнул президент, чтобы народ был удовлетворен жизнью. Выступившие на видеоселекторном совещании Хакимы представили информацию о проводимой работе по развитию предпринимательства и обеспечению поступлений в бюджет. Всемирная конференция спикеров парламентов проходит в пятый раз в этом году в режиме видеоконференции. Она открылась в среду в Вене, одновременно в других столицах мира. В мероприятии, проводимом под эгидой Межпарламентского союза при поддержке парламента Австрии, достойно участвует и наша страна. Спикеры представили материалы, касающиеся перспектив развития парламентаризма в странах, которые они представляют. Озвучили и не только волнующие граждан проблемы, но и обозначили пути их решения, в том числе в контексте пандемии. Большой интерес вызвали меры, принимаемые в нашей стране для поддержки экономической, политической и социальной активности населения, помощи бизнес-проектам и институтам гражданского общества. Формат встречи позволил обменяться мнениями по вопросам обеспечения стабильности и устойчивого развития всех сфер жизни общества. Важная роль в этом процессе отводится эффективному парламентскому управлению и рекомендациям. Сегодняшняя обстановка, это противодействие пандемии коронавируса, также меры по восстановлению экономики, и в том числе вопросы обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и девушек, вопросы касательно прав молодежи, поддержки молодежи, и также вопросы последствий изменения климата. Все эти вопросы сегодня были во главу угла обсуждений, и парламент Узбекистана сегодня не только принимает активное участие в данных мероприятиях, но сегодня парламентом Узбекистана выдвигаются и инициативы. И многие наши представители сегодня имеют свою роль, значительную роль в вопросах, обсуждениях и также в принятии решения данных многосторонних парламентских, межпарламентских организаций. По итогам конференции принята декларация о парламентском лидерстве, призванная способствовать сохранению мира и развитию многостороннего сотрудничества между странами. Народные приемные – эффективная платформа для диалога с населением. Здесь занимаются не только рассмотрением жалоб и заявлений, но и совместным решением проблем. С момента открытия виртуальных и народных приемных до сегодняшнего дня поступило более 3 миллионов 700 тысяч обращений, связанных с обеспечением занятостью, жильем, качественными коммунальными услугами, сферы здравоохранения и образования. Репортаж Шухрата Шакирова. Занятость молодежи. Данный вопрос приобретает еще большее значение, особенно в период пандемии, чему уделяется отдельное внимание в деятельности народных приемных. В Новоисковской области в этом году намечено создать 25 198 новых рабочих мест. На основе утвержденного адресного плана по трудоустройству более 15 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, до сегодняшнего дня в строительстве, предпринимательстве, сельском хозяйстве и в других направлениях постоянные рабочие места обрели свыше 14 600 из них. Также выделяются субсидии для строительства теплиц. В Казалтипинском районе в рамках проекта «Харбор-Ешкабр-Гектар» 558 юношей и девушек получили земельные площади. Им помогли вспахать их и в других вопросах, вплоть до обеспечения качественным семенным материалом. В настоящее время выращиваются бахчевые и овощные культуры. Молодой фермер Бевзот Джуракулов на выделенных ему в районе пастбищных землях растит подсолнух. Совсем скоро приступит к сбору урожая. В феврале 2020 года на основе проекта «Харбор-Ешкабр-Гектар» мне выделили пастбищные земли, где в соответствии с заключенным договором с обществом с ограниченной ответственностью в нашем районе выращиваем масличные культуры. Скоро станем убирать урожай, который будет принимать общество с ограниченной ответственностью. Доходы будут распределены между молодыми людьми. В районе 2800 из 2995 трудоспособных молодых людей уже имеют свои стабильные источники дохода. В частности, к строительным работам привлекли 100 юношей и девушек. К производственной деятельности – 132. Организованы строительные отряды. Ильор Эрназаров перешел в 11 класс. Занимается спортом, да и летний сезон проводит с пользой. Он и около 50 его сверстников принимают участие в возведении текстильного предприятия. В областном центре в списке безработных состояли 1612 молодых людей. До сегодняшнего дня трудоустроили 1548 из них. Многие начали свое собственное дело на основе перспективных бизнес-планов. Навузбек Уочилов получил полтора миллиарда сумм из фонда «Юшларки-Ладжагамес» и организовал малое предприятие по производству железобетонных изделий. Постоянными рабочими местами обеспечены десятки его сверстников. В настоящее время нашим предприятием выпускается качественная железобетонная продукция. 10 из 15 работников – это молодежь. В последующем намерены поэтапно расширять деятельность и увеличивать рабочие места. Ашох Джахон Татлибоев занимается программированием. Тем самым повышает не только свое профессиональное мастерство, но и, выполняя те или иные заказы, получает немалые доходы. Я перешел на третий курс Туринского политехнического университета. Работаю в Android-студии в качестве флорансера. Я занимаюсь созданием программ для компаний и фирм. В частности, сейчас совместно с одной из них работаем над проектом «Умная фирма». Компания произведет робототехническую часть, я же занят созданием телефонного приложения. Работа мне очень нравится. А это предприятие по производству ковровых изделий в городе Новои действует с 2003 года. Продукция пользуется спросом не только на внутреннем, но и внешнем рынках. За станками в основном молодые мастера. В этом году планируется расширить производство и создать дополнительные рабочие места. Основную часть рабочих и служащих составляют юноши и девушки. Среди них представители малообеспеченных семей нашей Махали, воспитанники домов Мехрабуалли. Хотим создать еще 100 новых рабочих мест для юных новоицев. Словом, совместная работа руководителей и ответственных лиц Народной приемной Агентства по делам молодежи и секторов дает свои положительные результаты, открывая большие перспективы для самореализации молодежи. Сегодня состоялось первое заседание Национального совета по противодействию коррупции. В повестку дня включен вопрос разработки проекта национальной стратегии по противодействию коррупции на 5 лет, а также государственные программы на 2021-2022 годы. Эксперты будут работать над совершенствованием ряда законов в сфере. Использование государственных функций в частных интересах, которые, как правило, идут вразрез с интересами общества, национальной безопасности и государства, пожалуй, это наиболее точное определение коррупции. В настоящее время все страны, включая самые передовые, пересматривают собственные модели борьбы с этим явлением с учетом новых вызовов. Хотя полностью искоренить коррупцию еще не удалось ни одному государству, снизить порог коррупционности общества вполне реально. Необходимы новые подходы и перезагрузка. Как отмечалось в республике, сделаны конкретные шаги в этом направлении. Помимо создания агентства по противодействию коррупции, профильная республиканская межведомственная комиссия и ее территориальные подразделения преобразованы в Национальный совет Республики Узбекистан по противодействию коррупции и его территориальные советы. Принято более 10 нормативно-правовых актов, регулирующих сферу. Законодательно определены обязанности каждого гусоргана. Тем не менее, участники заседания были единодушны во мнении, что коррупция непобедима до тех пор, пока в обществе не сформируется менталитет нетерпимости к подобным явлениям. Были обсуждены вопросы, как мы будем мотивировать граждан с тем, чтобы они сообщали, информировали Национальную комиссию о коррупционных моментах, о коррупционных элементах в тех или иных областях. Также были обсуждены вопросы открытости госорганов, как общественные организации, не государственные организации могут участвовать в мониторинге реализации различных национальных программ и так далее. Рассмотрели задачи, касающиеся внедрения системы внутреннего антикоррупционного контроля, электронной платформы e-anticor.us и специальной мобильной программы, позволяющей информировать агентство по противодействию коррупции о фактах последней. Подчеркнули важность разработки дорожных карт для улучшения позиций Узбекистана в соответствующих международных рейтингах. Речь была и о проекте «Сфера без коррупции». В порядке эксперимента начата его реализация в области капитального строительства и высшего образования. На очереди... Сфера здравоохранения и сфера государственных закупок. В ближайшее время эти две сферы будут приоритетными при изучении коррупционных составляющих, а также при осуществлении мониторинга и оценки. Самая главная задача стоит в том, чтобы оценить всю цепочку осуществления услуг. Если это государственные закупки, это начиная с объявления до окончательных составлений контрактов, вся эта цепочка будет изучена на предмет наличия коррупционных составляющих. И каждая цепочка будет отдельно проанализирована и будут приниматься соответствующие меры по итогам этих анализов. Медицинские работники оперативно адаптировались к условиям работы во время пандемического вируса. Порой рискуя своими жизнями, они становятся форпостами в противостоянии с COVID-19. Государство всесторонне их в этом поддерживает. Фируза Нурмаматова врач. И вот уже почти 25 лет работает заведующий лабораторией бактериологии территориального центра санитарно-эпидемиологического благополучия Кашкадаринской области. С начала объявления карантина в республике специалисты ее лаборатории и лаборатории вирусологии работают в зоне повышенной опасности и уже сделали около 145 тысяч анализов на коронавирус. Президент отметил наш труд по достоинству. С начала карантина различные надбавки, поощрительные суммы были нам добавлены. Каждый 14 дней получили 6% надбавки нашей зарплаты, а также еще работали с условно-патогенным материалом. К нашей зарплате еще добавили 35% за вредность. Это труд нашего коллектива. Коронавирус заставил каждого из нас еще раз пройти экзамен на профпригодность, испытание, преданность к своему делу. Я горжусь тем, что и медики Кашкадаринской области внесли свой вклад в борьбе за жизнь и здоровье каждого человека с диагнозом COVID-19. Только в Кашкадаре с пациентами, имеющими диагноз COVID-19, работает 5 280 медицинских работников. В 147 пунктах скорой и медицинской помощи организовано 244 бригад в составе с инфекционистом, эпидемиологом и врачом общей практики. Для лечения инфекции в регионе отдано 890 койко-мест. В 9 медицинских учреждениях области выделено 100 дополнительных мест в одном из санаторий. Кашкадария Замира Баба-Назарова, Равша Рахманов для канала Узбекистан 24. Из Москвы в Ташкент, а из столицы уже в другие регионы. Группа медиков из ведущих клиник России находится в нашей стране. Совместные консультации, осмотры пациентов и обсуждения вариаций лечения. Все динамично и результативно. В условиях глобальной эпидемии важно перенять передовой мировой опыт, помогающий минимизировать заражения и максимально оптимизировать процесс борьбы с коронавирусом. Вот уже несколько дней как российские специалисты делятся своим опытом с персоналом медицинских учреждений Ташкента, Термеза, Джизака, Бухары, Ургенчи и Самарканда, специализирующихся на лечении больных COVID-19. В частности, одна из групп медиков побывала в Самаркандской городской больнице. О реабилитационном и лечебно-распределительном центрах и ознакомилась с работой местного медперсонала. Во время встречи с руководством области российские врачи поделились своими наблюдениями, первыми впечатлениями и рассказали о проделанной в течение двух дней работе. В Самарканд направлены четыре человека, кардиолог, анестезиолог, реаниматолог и два инфекциониста. Мы посмотрели очень большое количество больных, проконсультировали, разговаривали после этого с врачами. В общем, лечение по нашим рекомендациям чуть-чуть откорректировано, а так все там нормально, все обустроено, все правильно. Есть грязные зоны, есть чистые, есть душевые после грязной зоны. Все обеспечено нормально, все хорошо. В ходе встречи говорили и о высокой вероятности второй волны коронавирусной инфекции, которая ожидается осенью. А также обсудили меры, необходимые для предотвращения распространения COVID-19, чтобы быть готовым встретить вирус, как говорится, во всеоружии. Вторая волна может быть, это просто через пару месяцев те, кто еще не переболел этой инфекции. Их будет очень мало, если даже будет, это так называемая вторая волна, она будет короткой и недолговременной. Кардиолог Павел Кушнир работал в московских клиниках в те тяжелые времена, когда наблюдался высокий прирост случаев заражения в Российской Федерации. Он в примере Сурхандария высоко оценил меры, принимаемые в нашей стране для лечения инфицированных людей. Второй день мы работаем в областном госпитале города Термес. Радует то, что в большинстве своем, даже я бы сказал, в подавляющем большинстве, все больные стабильные. Многие из тех, кто был мной сегодня осмотрен, готовятся к выписке. Среди профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, правильная организация лечения в домашних условиях, Сурхандарийнское областное телевидение ведет прямые трансляции несколько раз в неделю. В очередном выпуске передачи также приняли участие российские врачи и ответили на вопросы населения в прямом эфире. Зарубежные специалисты также планируют работать в учреждениях, специализирующихся на лечении инфицированных пациентов в районах Сурхандарийнской области. В онлайн-режиме организован четвертый Курултай, профсоюз работников производства потребительских товаров, торговли и организации обслуживания Узбекистана. Подводя итоги деятельности Республиканского совета, была проанализирована проделанная за пять лет работа и, конечно, определены векторы на перспективу. Репортаж Наргиз Шейсламовый. В четвертом Курултай отраслевого профсоюза приняли участие около 90 специалистов. Повестка дня состояла из 14 вопросов. Постановлением Курултая было принято решение об изменении названия Республиканского совета профсоюза работников производства потребительских товаров, торговли и организации сферы обслуживания на профсоюз предпринимателей, бизнеса и работников сферы услуг Узбекистана. Согласован был ряд профильных документов, среди них и об утверждении устава, об эмблеме и другие. Из данных за пять отчетных лет в отраслевом профсоюзе действуют 2642 первичные профсоюзные организации. Их членами являются 249 381 работник. Для обеспечения социальной правовой защиты в последние годы большое внимание уделяется вовлечению в профсоюзы работников ННО, рынков, гостиниц, ремесленников, сотрудников семейных и малых предприятий, транснациональных компаний. Наряду с этим 1200 вновь созданных первичных профсоюзных организаций получили практическую методическую помощь. В целях развития социального партнерства Республиканским Советом и 10 паритетными органами заключены отраслевые соглашения на 2015 и 2020 годы. На основе общественных договоров 6473 работникам выделено более 1 млрд 246 млн 375 тысяч суммов. Из них работодателями 1 млрд 100 млн из средств профсоюзов 146 млн 375 тысяч суммов. Комиссия по общественной экспертизе коллективных договоров при Республиканском Совете отраслевого профсоюза в течение 2015-2019 годов рассмотрела принятые 115 юридическими лицами и организациями проекты коллективных договоров и выдала письменные заключения по выявленным недостаткам. Что касается создания новых рабочих мест, было изучено, действительно ли условия труда на них соответствуют законным требованиям и нормам. Мониторинг охватил в 2015 году 987 рабочих мест на 118 предприятиях, в 2017 показатель составил 1045 на 125 предприятиях и в 2019 году 1342 новых рабочих мест на 148 предприятиях. В целях обеспечения занятости уволенных работников при поддержке профсоюзов проведено обучение и переподготовка по различным специальностям. За прошедший период большое внимание было уделено установлению трехступенчатого административно-общественного контроля за охраной труда, обучением и повышением квалификаций представителей сферы охраны труда и членов общественных комиссий. Он установлен на 2762 предприятиях. За счет средств работодателей обучено 11 250 представителей и членов комиссии по охране труда. Было выявлено 448 нарушений законодательства в сфере охраны труда. Работодателям и первичным профорганизациям направлено 395 требований по их ликвидации. Более 93% из них устранены. Расходы предприятий на охрану труда согласно коллективных договоров составили в 2015 году почти 10 миллиардов суммов, в 2017 году чуть более 14,5 миллиардов, а в прошлом уже 19 миллиардов 500 миллионов суммов. Подчеркивалось, принятие закона о профессиональных союзах стало одним из важнейших событий в деятельности организации. Обеспечение законности, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, принятие необходимых мер по устранению нарушений трудовых прав граждан остается одним из важнейших направлений деятельности в профсоюзах, подчеркивалось на конференции. За отчетный период в Республиканский совет поступило 137 обращений. Большинство решено положительно. В 2015 их было 36, в 2017 – 21, в 2019 – 31 обращение. Подробная информация на отчетно-выборной конференции была дана и по мероприятиям, конкурсам, турнирам, проведенным за пять лет. За отчетный период стабильно развивались отношения с отраслевыми профсоюзами ближнего и дальнего зарубежья, создавая благоприятные условия для взаимного обмена опытом. Например, в 2019 в Ташкенте впервые состоялось выездное заседание Международной конфедерации профсоюзов торговли, общественного питания и различных форм предпринимательства. В рамках международной работы подписаны меморандумы о сотрудничестве с профсоюзами Азербайджана, Белоруссии, Киргизстана, Таджикистана и Казахстана. На Курултай был решен реаторг вопросов. Утверждены председатель и ответственные сотрудники отраслевого профсоюза. Определены приоритетные направления работы на перспективу. Состоялось первое заседание консорциума аналитических экономических центров стран-членов ШОС. Участники обсудили проект плана работы, который предусматривает проведение совместных исследований по различным направлениям сотрудничества, в том числе и в области цифровой экономики и инноваций обеспечения продовольственной безопасности. Более подробно далее. Консорциум призван объединить потенциал экономических аналитических центров стран-членов ШОС для проведения совместных исследований и мероприятий по приоритетным направлениям экономического сотрудничества в рамках ШОС и содействия развитию регионального торгово-экономического сотрудничества. Целью мероприятия стало обсуждение аналитическими экономическими центрами стран ШОС плана работы консорциума на предстоящий период. В ходе заседания участники обсудили проект плана работы, который предусматривает проведение совместных исследований по восьми темам, где каждое исследование будет координировать один мозговой центр, который будет обобщать исследовательские и аналитические материалы всех других центров. В результате по окончании работы каждый центр получит доступ ко всем докладам, что и есть сложение потенциала мозговых центров для проведения совместных исследований. Этот консорциум даст возможность восьми странам проводить совместные исследования по восьми тематикам, которые будут выбраны каждой страной. Затем мы сможем обменяться нашими исследованиями. При проведении исследований одной страны, все другие страны будут подключаться к этой теме. И таким образом мы на выходе получим минимум восемь качественно хороших исследований, которые будут использованы для выработки предложений по дальнейшему развитию экономического сотрудничества в рамках ШОС. Центром экономических исследований и реформ предложено обменяться опытом по разработке мер, направленных на восстановление экономик стран ШОС в период пандемии коронавируса. В этой связи как никогда важно активизировать развитие прямых связей и сотрудничества между странами в области торговли, экономики, инвестиций, развитие промышленности, сельского хозяйства, энергетики, дорожно-транспортной и информационной коммуникационной инфраструктуры, а также культурно-гуманитарного сотрудничества. В данном аспекте возрастает внимание деятельности консорциума экономических аналитических центров ШОС как новому развивающему вектору сотрудничества. Кроме того, отмечено участие Центра экономических исследований и реформ в консорциуме. Будет также использование для проведения совместных исследований по другим приоритетным тематикам в целях содействия развитию экономики республики и торгово-экономических отношений со странами-членами ШОС, которые будет предложено включить в план работы консорциума на предстоящий период. По итогам заседания утвержден Дейлийский план действий работы консорциума на следующий год. В стране последовательно реализуются проекты по развитию промышленности, увеличению производственных мощностей, созданию новых рабочих мест, повышению экспортного потенциала. В основе же такого динамичного роста прежде всего всесторонняя поддержка государства. В частности, на местах руководителями и ответственными лицами секторов проводится системная работа в этом направлении. Репортаж из Андижанской области. Ряд перспективных проектов предпринимательства реализуются и в Махамадском районе Андижанской области. Тем самым создаются новые рабочие места. В частности, в обществе с ограниченной ответственностью Касабар-Текстиль-Хамкор, которая начала свою деятельность сравнительно недавно, трудится 170 сельских женщин. Руководитель второго сектора области, побывав на предприятии, ознакомился с условиями работы, которые продолжаются при строгом соблюдении правил карантина. Здесь выпускается женская и мужская одежда. Сдача в эксплуатацию промышленных объектов служит решению важного социального вопроса – занятости населения. Так, с вводом в строй производственных мощностей на предприятии «Барака Текстиль» постоянные рабочие места обрели около 100 представительниц прекрасной половины. Во время беседы с ними внимание акцентировалось на неукоснительном соблюдении требований карантина и других вопросах, связанных с дальнейшим развитием производства. Основная же часть трудового коллектива текстильного предприятия «Шахноза» – выпускники 11-х классов общеобразовательных школ. Изготавливаемая ими продукция отправляется на экспорт. Текстильщикам помогают в решении их проблем. При содействии руководителей секторов и Хакима области мы увеличиваем рабочие места. Настроение у всех хорошее, получаем неплохие доходы, что положительно сказывается на заработной плате работников. На днях на работу приняли еще 30 представителей молодежи, которые постепенно осваивают секреты профессии. Нам помогают во всем. В частности, решили проблему поставки на наше предприятие швейного оборудования по договору. Деньги, за которые мы перечислили на расчетный счет фирмы, еще год назад. Также руководитель второго сектора области побывал на охлопковых полях фермерского хозяйства Иберхомджон-Отайер-Ларе. На 9 гектарах возделывается агрокультура сорта «Андижан-36», обещающей, по мнению, дыхкан добрый урожай. В его основе же качественное и своевременное проведение всех агротехнических мероприятий. Таким образом, в районе последовательно и комплексно подходят к реализации актуальных задач по обеспечению занятости сельчан и дальнейшему повышению их благосостояния. Система обеспечения и оценки качества образования, современные подходы и новые требования. Национальные и международные эксперты обсуждают критерии оценки качества образования, процесс аккредитации общеобразовательных школ в течение двух дней. У Ольги Русаковой вся информация. Потому что качественное образование закладывает основу для улучшения условий жизни людей и обеспечения устойчивого развития всей страны. Заинтересованность в получении качественного образования и формировании кадрового потенциала обуславливает в том числе внедрение новых механизмов в систему оценки качества. Как отмечалось, инспекции по образованию в сотрудничестве с профильным министерством и ЮНИСЕФ на основе передового международного опыта разработаны стандарты и критерии качества образования в общеобразовательных организациях. Созданы институциональные механизмы систем внутренней и внешней оценки, призванные повысить ответственность данных организаций в процессе обеспечения качества образования. Участники семинара обсудили некоторые аспекты внутренней оценки школ и процедуры государственной аккредитации. Аттестации, мониторинг государственной аккредитации общеобразовательных школ в сегодняшних реалиях проводятся в онлайн-режиме. Для эффективной организации этого процесса запущена электронная платформа «ОНАКС» и реестр онлайн-аккредитации. Все это ускоряет процесс сбора информации и обмена данными, экономит время и дорожные расходы специалистов, устраняет бюрократические препоны и препятствует возникновению коррупционных проявлений. Необходимо, чтобы все участвующие в оценке обладали соответствующими навыками сбора и анализа данных, поскольку это обеспечивает точность и надежность процесса оценки и позволяет преобразовать собранные данные в практические действия. В противном случае полученные данные не будут интерпретированы и не найдут свое отражение в стратегии развития школы, а значит цель улучшения ее деятельности не будет достигнута. Дополнить и проиллюстрировать полученную информацию помогут электронные версии материалов учебных занятий, полученные участниками. Разъяснительная работа о современных подходах и новых требованиях к оценке качества образования продолжатся в регионах. По сообщениям дипмиссии нашей страны в США состоялась беседа с представителями университета Огайо и Центра славянских и восточноевропейских исследований. Собеседники обменялись мнениями по вопросам расширения преподавания узбекского языка в американских университетах, а также популяризации богатого культурного наследия нашего народа. В настоящее время в университете Огайо проводится самая крупная программа обучения узбекскому языку в Соединенных Штатах, где в среднем 10-12 студентов проходят ее ежегодно. Впервые программа была запущена в 2003 году, и на сегодняшний день уже более 200 студентов прошли курсы, которые обычно проводят четыре раза в год — два осенних и еще два весенних семестра. К тому же желающие могут освоить курсы и в режиме онлайн. Популярность узбекского языка обусловлена и масштабными реформами в различных сферах жизни в нашей стране, что побуждает все больше и больше американской молодежи изучать наш государственный язык. Свидетельством тому количество дипломных работ и диссертаций, посвященных региону Центральной Азии, а их 18 на уровне программы бакалавриата и 17 на уровне магистра. Кроме того, некоторые выпускники вуза, говорящие на узбекском языке, работают евразийскими специалистами в различных государственных учреждениях США. А десятки талантливых людей учатся в докторантуре по истории, культуре и языку народов Центральной Азии. В ходе встречи обсудили и планируемый на 2021 год приезд группы студентов в Узбекистан в рамках программы Global May для опознания культуры и языка нашей страны. А также посольство и администрация университета намерены разработать краткосрочную двухнедельную поездку, которая будет предложена молодым людям, окончившим хотя бы один семестр курсов узбекского языка или Центрально-Азиатских курсов истории и культуры. В завершении встречи была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении связей в целях повышения престижа и эффективной реализации программы узбекского языка в Университете Огайо, расширение числа участвующих в ней студентов и стимулирование деятельности профессоров и преподавателей, вовлеченных в этот процесс. В пятом пункте стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана речь идет о межнациональном согласии, принципах толерантности. Действующие национальные культурные центры играют важную роль в воспитании молодого поколения в духе взаимоуважения и преданности национальным духовным ценностям. Вот в этом прекрасном здании в городе Фергана ведут свою деятельность 8 национальных культурных центров. Ведь толерантность и гуманность в обществе, обеспечение межнационального и межконфессионального гражданского согласия, а также укрепление дружеских, равноправных и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами в основе одного из приоритетных направлений в современной политике Узбекистана. В преддверии 29-летия государственной независимости от страны администрация города передала 8 автомобилей национальным культурным центрам, на лицензионный счет каждого из которых также перечислено 50 миллионов сумм. Данные средства будут направлены на техническое оснащение. Есть желание большое работать, желание к новым вершинам идти, готовить творческие коллективы, творческие концерты, спектакли и так далее. Сегодняшний день для нас это праздник. На сегодняшний день в Узбекистане одной большой и дружной семьей проживает более 130 наций и народностей. Они самоотверженно работают во всех сферах и отраслях, продолжая вносить свой достойный вклад в проводимые широкомасштабные реформы по дальнейшему обновлению родного Узбекистана. Наше государство многоциональное, область наша многоциональная, и каждый народ находит время, свободу для того, чтобы реализовать свои чаяния. В нашем государстве стабильно мы можем только развиваться вперед и идти вперед, и эту дорогу прокладывать дальше молодежи. Участники конференции ознакомились с деятельностью национальных культурных центров и созданными для них условиями. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам изучения истории, культуры, духовных ценностей всех наций и народностей Узбекистана, а также обсудили основные принципы сохранения и всестороннего развития традиций и обычаев, укрепления межнациональных отношений. Смягчение карантинных ограничений повысило ответственность Министерства внутренних дел и других ведомств за мониторинг соблюдения гражданами установленных требований, а также за поддержание общественного порядка. Под контролем находится и задача в рамках реализации концепции «Безопасный город». В Сурхандаринской области организована деятельность патрульных групп. Работа, охватившая 38 махалей термеза, включает в себя три этапа и объединяет сотрудников ОВД, Нацгвардии, патрульно-постовых батальонов и общественников из числа Федокор Юашляр. Эффективность их ответственной службы во многом зависит от должностных инструкций и созданных для их исполнения условий. Поэтому ответственные лица областного управления внутренних дел проводят индивидуальный инструктаж. Это привело к значительному снижению преступности в регионе. Мы достигли снижения уровня преступности в городе Термезе. Уровень правонарушений в направлении патрульно-постовой службы по сравнению с прошлым годом также значительно снизился. Ее сотрудники за 7 месяцев 2020 года зафиксировали 9 преступлений. 48 было предотвращено. Для информации в целом в четырех отделениях ОВД города Термеза действует 72 патрульно-постовых групп, в которых в день задействовано 155 сотрудников. Цель – обеспечить безопасность граждан и общественный порядок. Ими оформлены административные протоколы на 24 837 правонарушителей. Кроме того, совместно с коллегами, отвечающими за безопасность на дорогах, выявлено 11 613 нарушений, принятые соответствующие меры. В каждой Махали Зангиатинского района свою миссию выполняют специальные рабочие группы. В составе инспектор профилактики, представитель Махали, патронажная медсестра. В зоне их ответственности мониторинг состояния граждан, находящихся на амбулаторном лечении, а также контроль за соблюдением членами этих семей правил карантина. В Назарбеке, это Зангиатинский район, постоянную прописку имеют 44 700 граждан. Из них 108 в списке темардафтар. Практическую помощь им оказывают руководители секторов. В 40 домах были проведены профилактические беседы. Все мероприятия по профилактике правонарушений и возможных семейных инцидентов проводятся при строгом соблюдении правил карантина. Данные обобщаются, анализируются, выявляются причинно-следственные связи. В рамках мероприятия Турмош разъяснительные беседы были проведены с проблемными и женщинами, имеющими судимость, а также с теми, кто состоит на учете в РОВД. Международные игры армии 2020 будут проходить на территории пяти стран. В них примут участие военные 30 государств мира. Заявка серьезная. Наши представители продемонстрируют свое мастерство в 16 направлениях. Об активной фазе подготовки к состязаниям с места события Лола Ракаева. Местом встречи участников армии 2020 станут полигоны Узбекистана, Российской Федерации, Республик, Беларусь, Армении и Азербайджана. Все наши команды уже прибыли на место проведения соревнований и включились в активную фазу тренировок. География проведения международных армейских игр. Каждым годом только растет. И участники, и наблюдатели из других государств не готовы пропустить ежегодное армейское состязание такого масштаба, которое гарантирует массу зрелищных моментов. Не только эффектные заезды и точную стрельбу, чего стоит один только танковый биатлон, в котором наши экипажи в прошлом году показали мастер-класс. И в этом обещают не подвести. То, что мы уже не в списках новичков, а фаворитов, узбекские танкисты, значатся точно. С кем на этот раз произойдет противостояние в первых заездах? Интригующий момент, который разрешит жеребьевка на полигоне Алабина. Важнейшая отправная точка международных соревнований. В ней участвовали представители 16 стран. Наши танковые экипажи, напомним, продемонстрируют свое мастерство в первом дивизионе. Это означает, что соревнования для узбекских военнослужащих начнутся 25 августа. По результатам жеребьевки наши танкисты выступят на танках синего цвета. Тем временем делегации зарубежных команд прибыли в Узбекистан, на полигон Фуариж для участия в конкурсе военно-медицинская эстафета и Ферганскую область для участия в соревновании «Дорожный патруль». Как и полагается, радушные приемы, созданные условия на высшем уровне, способствуют не только успешной акклиматизации и тренировкам, но и отличным выступлениям в соревнованиях. Об отдыхе и отдельном меню разговор отдельный. Спальные помещения, спортивные сооружения, разработанные меню с учетом кулинарных изысков не только национальной кухни. Команды-участницы в течение нескольких дней будут находиться на карантине. Мы окажем медицинское обеспечение. После результатов анализа тестов они приступят к тренировкам. В этом году соревнование военно-медицинская эстафета пройдет также в два этапа. В условиях конкурса внесены некоторые изменения в части соревнований среди работников средних медицинских специальностей. Если в прошлом году в данном конкурсе участвовало 12 команд, в этом году 6. Поэтому мы в этом году, кроме основной, выставляем вторую команду, которая будет участвовать вне конкурса. Это даст нам хороший стимул для подготовки команды в следующем году. Я очень рада участвовать в этом состязании, потому что это огромный опыт. Это шанс показать свои знания, приобрести новые знания и умения. Мне очень понравилось, как нас приняли в этой стране, в Узбекистане. Очень гостеприимно. Очень внимательно все. Нас разместили. Внимательное отношение к команде, к каждому участнику. Все даже небольшие пожелания, которые мы высказываем. Спасибо огромное. Я хочу пожелать удачи всем командам. Тем временем для участников Узроссии и Беларуси, прибывших для участия в этапе дорожной патруль, своеобразным стартом стала экскурсия по культурно-историческим достопримечательностям региона. А проведенная подготовительная работа хакименятов Ферганской области и командованием Восточного военного округа, в том числе символическая историческая экспозиция Ферганской долины, без впечатлений гостей точно не оставили. Накануне в учебно-тренировочном центре воинской части, где будут проходить данный этап конкурса, главным судьям и членам жюри сборных команд Российской Федерации, Белоруссии и Республики Узбекистан были вручены соответствующие сертификаты. Главным арбитром конкурса назначен заместитель командующего войсками Восточного военного округа, полковник Зафар Базарбаев. Участников ознакомили с правилами безопасности и тренировочными учебными точками. Согласно правилам соревнований, командам переданы автомобили марки Nexia 3, которые будут участвовать в заездах. После получения автомобиля члены команд смогли прокатиться с ветерком. непосредственно по маршрутам конкурса, чтобы оценить удобство и комфорт авто и условия полигона. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами на нашем телеканале. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова